Они привыкли преодолевать трудности самостоятельно, поэтому когда собрались все вместе, не могли наговориться. Оставаться один на один со своими проблемами теперь не получится. Общественная организация «Радуга Сочи» объединила родителей, которые воспитывают детей-аутистов. Сегодня в Сочи воспитывается порядка 100 детей с расстройствами аутического спектра. И главная задача для администрации города Сочи и для родительского сообщества – это интегрировать таких детей с таких заболеваний в общество, дать адекватную медицинскую поддержку, адекватные реабилитационные курсы, дать возможность получения инклюзивного или дистанционного образовательного продукта и в дальнейшем возможность получить какое-то образование и работать. Вдоль всей улицы Новогинской стояли люди с синими шарами в руках. Они присоединялись к шествующим, и таким образом получилась яркая большая колонна. Среди участников акции – волонтеры серебряного возраста, которые не остались в этот день равнодушными. Ну а синий цвет – это символ аутизма, а еще в руках – радужные зонтики. Это наш фирменный знак – зонтики, потому что мы – Радуга Сочи. Общество родителей детей с расстройством аутизмского спектра. Вот поэтому у нас такие зонтики радужные, чтобы было все хорошо, чтобы никто не плакал, чтобы все улыбались, чтобы все детки были счастливы. Да, детки? Да. Детки. Вот так. Вот так терпеливо и настойчиво они борются за то, чтобы их дети учились в обычной школе, чтобы общество знало о проблемах аутистов, чтобы оно помогало им найти свое место в жизни, ведь каждый из них может быть полезным городу. Я предложила сейчас всем, кто принял участие, кто пришел нас поддержать, загадать самые теплые, добрые пожелания всем деткам, всем людям с расстройством аутистического спектра, отпустить шарики и обязательно все эти пожелания сбудутся. Я призываю всех, кто нас сейчас видит и слышит, сделать то же самое, пожелать чуточку добра, чуточку успешности и удачи. Аутизм. Специалисты называют это психическое расстройство самым загадочным, но оно есть у детей, которым нужна помощь окружающих, скорее даже не помощь, а понимание. Специально для этого в Сочи папам и мамам ребят читали курс лекций профессора, занимающихся этим недугом. Проводятся и курсы терапии с животными, например, с собаками. Здесь хороши все методы. Родителям нелегко воспитывать таких особенных детей, которых негласно называют людьми дождя, по аналогии с известным фильмом, впервые поднявшим проблему аутизма. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.